Без сомнения, недавно вышедший Терминатор Темные Судьбы Провал. Генезис и то был лучше. Хоть шестая часть задумывалась как продолжение второго фильма Судный день, то есть истинная третья. Однако восстание машин на две головы выше. Вы понимаете, что мы находим в плохих продолжениях хорошее? Оказывается и такое бывает. Я разобрал по пунктам. Почему Темные Судьбы? Первое – плохое кино. Второе – полный провал. Третье – это явно не продолжение. И четвертое – его не стоит смотреть. Первая проблема – антагонист. Антагонист в новом фильме представлен в виде симпатичного мексиканского парня, модель Рев-9. И тут сразу проблема. Парень почти всегда улыбается, даже когда один показывает эмоции. Но вот зачем? Несмотря на то, что модель разделяется, это не внушает страх от слова совсем. Но и смех не вызывает, а лишь печаль, что легендарное кино просто спустили ниже дна. Вспомните первую часть и того самого Т-800. Один вид вызывал страх. Безэмоциональная машина, которую не остановить, с которой не договориться, которую не разжалобить. Именно такой терминатор внушал страх. И мы все боялись прибытия такого робота. Мы поверили ему. Именно по-первых, это 800 понимаешь. Вот это реально. Машина для убийств. Вот его уничтожить почти нереально. Вспомните вторую часть и не менее легендарного терминатора и жидкого металла. Модели Т-1000. Холодная машина, которая способен создавать огромные ножи. Роберт Патрик сыграл просто отлично. Одно и то же выражение лица. Страшный взгляд. Я бы даже сказал мертвый. Да, он не внушает страх, как первый терминатор. Но он неубиваем. И порой ты понимаешь, что главные герои все-таки погибнут. Я считаю, что антагонист должен вызывать страх. Первый и второй терминатор с этим справились отлично. Даже больше, чем отлично. С третьим фильмом печально. Но в то же время есть плюсы. Красивые терминаторши страха не внушают. Но ты хочешь смотреть этот фильм ради нее. Это абсолютно новая модель, у которой есть встроенное оружие. И не одно. Про четвертый фильм промолчу. Так как антагониста как такового там не было. В пятом про Т-1000 мало что могу сказать. Немного его показали. Однако он туповат. Помимо его, там было еще два антагониста. Перерожденный Джон Коннор в модель 3000. И сам Скайнет Т-5000. Тут так же не все так радужно. Потому что эти антагонисты больше говорят, чем действуют. Однако даже они лучше нового РФ-9. Вторая проблема. Лидер сопротивления. Еще с третьей части начали сливать Джона Коннора. В пятой пошли дальше. Сделали из него злодея. Но сильно ошиблись сценаристы шестой части. Или как ее называют. Истинная третья. И его убивают в самом начале. На первых минутах фильма. Ну как так? Как же главная идея фильма? Джон Коннор. Лидер сопротивления. Последняя надежда человечества. Без него миру конец. Почему забыли об этом? Почему? Ответ есть в интервью режиссера. По его словам, эта идея с Коннором никогда не нравилась. Тогда какого ты начал снимать Терминатора? Джон Коннор это главный герой фильмов о Терминаторе. Отвратительный режиссер. Он кстати снял Дэдпулу. Теперь о самой главной проблеме. Давайте посмотрим правде в глаза. Произошел апокалипсис. Началась война. И тут какая-то хрупкая девочка поднимает людей. Организовывает армию. Которая в короткий срок научилась создавать из людей киборгов. И тут возникает вопрос. Возможно ли такое? Конечно же нет. Если на войне, порой даже генералов не слушают и посылают куда подальше. А тут маленькая девчонка, которая даже звания не имеет и военных навыков. Ну хотя может Сара ее научила чему-то. Но это не то. Если Джон был генералом, так ему и веришь. А этой девушки нет. Как и нарисованному новому будущему. Третья проблема. Муж и отец Терминатор. Сара во втором фильме на Карково. О том, что Терминатор единственный достойный отец для ребенка в мире современных нравов. В темных судьбах мы видим, как Терминатор после убийства Джона переосмыслил, как бы сказать, жизнь. И понял, что отнял у Сары ребенка. Тем самым он нашел женщину. Спас от мужа тирана и усыновил ее ребенка. На протяжении всего времени шил шторы. Я, как и многие, взялся за голову. Как Терминатор, которому думать не положено, а следовать написанной программе, стал на сторону людей. Да ладно, даже на сторону людей. Гораздо смешнее, то, что он начал шить шторы. Шить шторы. Машина для убийств шьет шторы. Нет слов. Одни эмоции. Понимаете, это даже не боевик. Это комедия. Пародия. Вот вы знаете, есть фильм, хороший фильм, Крик. На данный момент четыре части. Есть фильм, пародия, очень страшное кино. Вот в этом случае примерно так же. Есть Терминатор, а есть Темные Судьбы, которые как очень страшное кино. И еще интересный момент, как жена не заметила, что он не человек. Во-первых, он не спит. Совсем не спит. Ну тут ладно, можно списать на что-то нервное. Но вот то, что он весит 200 килограмм, она не заметила? Вот в это мало верится. Кровати стулья не сломались? Да нет. Вот на этой сцене Терминатор Мирный сидит на стуле. Четвертая проблема. Компьютерная графика. Джеймс Кэмерон прибегал к такому методу в крайних случаях, где невозможно было сделать аниматронику. Первая, вторая, четвертая часть. Вот где была аниматроника. В третьей уже в основном графика. В пятой гламурно нарисованы Терминаторы. Но шестая часть, или истинная третья, в кавычках, всех уделывала. Где даже драки, компьютерная графика. Невыносимо смотреть было. Но я досмотрел. Не надеюсь, что продолжение этого творения не будет. Не хочется видеть позор ленинтарного фильма. Заключение. Я пытался найти хоть что-то хорошее в темных судьбах. Но плюсов там нету. Даже Арнольд не спас ситуацию. А скорее наоборот. Со своим семейным Терминатором все только усугубил. Я не думал, что я горчусь от фразы «Я шью шторм». И в завершение скажу. Я уж думал, надежды нет. На достойное предложение. Однако, после таких провалов, фанаты обратились к режиссеру МакДжи, который снял четвертый фильм. И запустили специальный хэштег, который вы видите на экране. И, кстати, режиссер заметил и сказал, что у него есть другая версия четвертого фильма. Истинная версия, которая должна была выйти изначально. Посмотрим, к чему это приведет. Может, выстрел из прошлого спасет франшизу. Вот вы знаете, несмотря ни на что, вот как вот хаители четвертой части, я считаю, что это достойное продолжение. И жаль, что свет не увидел остальные части этого продолжения, так как режиссер задумывал трилогию. Давайте запустим этот хэштег. Пишите в комментариях. И, возможно, мы сможем оживить франшизу. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok